У православных сейчас пасхальная неделя, светлая седмица. Одна из особенностей и традиций первых дней после Пасхи заключается в том, что все желающие могут звонить в церковные колокола, чтобы выразить радость по случаю праздника. На колокольне Ильинского храма побывала наш корреспондент Ирина Бойко. Владислав Гавшин в колокола звонил впервые в жизни, хотя и живет неподалеку от церкви. Говорит, знал бы раньше, каждый год поднимался бы на колокольню. Внутри была чистота и радость. Все такие эмоции положительные. Такие ощущения, что как только родился. И получается, что ты стоишь на самом высоком месте, в этом месте, и слышишь эти голоса маленькие, большие, как будто семья, дед, прадед, внучка. Сын, дочь, вся родня получается здесь, и все как будто говорят что-то с тобой. Вот такое ощущение было. Раз в году каждый православный может побывать в роли церковного звонаря. Первую неделю после Пасхи это разрешается всем верующим, независимо от возраста и пола. Для многих это возможность выразить свою радость, пропустить через себя очищающий душу колокольный звон. С каждым годом количество желающих позвонить в колокола растет. Можно сказать, что из года в год количество увеличивается. К примеру, если в цифрах, если 30-40 человек было в прошлом году, то в этом году уже на 5-10 больше. Наверх ведут узкие и высокие ступеньки. Желающих побывать на колокольне сопровождает профессиональный звонарь. Человек, который поднимается на колокольню, он звонарь, совершая это действие, он это все делает с молитвой. Вот осеняя себя крестным знаменем, и это делают люди верующие. И они тем самым, ведь колокольный звон, он распространяясь в округе, оповещает людям о том, что началось богослужение, нужно все свои домашние дела оставить, идти в храм. Звонить в колокола на Светлой Седмице можно до конца субботы. Субботним вечером закрываются царские врата, и колокольные звоны мирянами заканчиваются до следующей Пасхи. Ирина Бойко, Алексей Грачев, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.